Обратился к народу. Президент смягчил условия пенсионной системы. По сравнению с законопроектом, одобренным Госдумой, на три года снижается возраст выхода на пенсию для женщин. Расскажем подробности. Вой сирен, стрельба и заложники. В Наринмаре провели масштабные учения. Силовики отрабатывали уничтожение банды террористов. Кадры с места событий. Смертельная охота мужчина случайно выстрелил своего товарища. Теперь жителю Усть-Кары грозит реальный срок. Первое соглашение подписано. В столице региона приедут опытные врачи Федерального научно-клинического центра отоларингологии. Кто сможет обратиться за помощью к медикам? Укороченный маршрут, мост через охребетную курью практически готов к сдаче в эксплуатацию. В регионе продолжается дорожно-ремонтный сезон, на что жалуются автомобилисты. И большой теннис на новом корте. Норд объявил набор на спортивную секцию. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги среды. В студиях Атанзейские новости начинаются. Сегодня Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением по поводу пенсионной реформы. Выступление длилось более получаса. В своем послании президент подчеркнул, что главная задача изменений – обеспечить стабильность пенсионной системы на долгие годы. Глава государства объяснил, что такое решение является вынужденным и напрашивалось уже достаточно давно. Прежде всего напомню, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались. По тем или иным причинам откладывались. В начале 2000-х годов и члены правительства России, и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами. При этом Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить применяемые решения. И вот они. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а многодетные матери в возрасте от 50 до 57 в зависимости от количества детей. Стаж для досрочного выхода на пенсию будет снижен до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года установят особую льготу право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Работодателям запретят увольнять трудящихся за 5 лет до пенсии. Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза. С 4 900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года. Период выплаты составит один год. Для представителей коренных малочисленных народов Севера сохраняются льготы по начислению пенсии. Льготы по налогам на недвижимость и землю остаются неизменными до завершения реформы. Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере. Самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей. Потому что сейчас это уже ясно. Государству рано или поздно все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. Глава региона Александр Цибульский уже дал первое поручение. После обращения президента страны, временно исполняющий обязанности губернатора, распорядился сохранить льготы для пожилых граждан и проработать механизмы поддержки людей предпенсионного возраста. Для нас крайне важны несколько решений в первую очередь. И это высказывалось в том числе нами вместе с фракцией собрания депутатов от Единой России. Это были предложения о сохранении льгот для коренных малочисленных народов Севера. И сегодня президент нам сказал о том, что это решение будет предложено. Второе, что крайне важно, мы действительно выступали с предложением о возможности сохранения региональных льгот для пенсионеров нашего округа. И нам тоже сегодня очень четко президент сказал, что такое решение мы можем принять. В столице региона сегодня стоялись масштабные антитеррористические учения. В них приняли участие более ста человек. Это сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, а также представители органов власти. По легенде, группа террористов захватила здание одного из образовательных заведений Наринмара. Репортаж Тимофея Жукова. Командно-штабные учения по пресечению террористического акта прошли при координации оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе. В период подготовки к проведению Дня знаний и Единого дня голосования силовиками отрабатывались задачи по обеспечению безопасности предстоящих мероприятий. На территории города Наринмар с 27 по 29 августа 2018 года проведены командно-штабные учения на одном из объектов образования. В ходе первого этапа учений проведены мероприятия по оценке антитеррористической защищенности ряда объектов образования. На втором и третьем этапе непосредственно сегодня прошли практические учения к готовности группировки сил и средств оперативного штаба. Учения показали, что группировки сил и средств оперативного штаба в Ненецком округе, куда входит управление Росгвардии, ОМВД, Федеральная служба безопасности МЧС, Федеральная служба охраны и другие структуры, готовы к локализации любых угроз безопасности, которые могут возникнуть на территории Ненецкого округа. Учения прошли успешно. Кроме того, силовики оценили эффективность системы мер антитеррористической защищенности объектов образования, решали с поставленной в ходе учения задачи ситуационного реагирования в экстремальных условиях. По легенде учения, группа террористов захватила здание одного из образовательных учреждений города Нарьянмара. В режиме реального времени межведомственной группировкой сил и средств госорганов условные на практике были отработаны отдельные элементы контртеррористической операции по нейтрализации условных террористов и освобождению заложников. Четкая слаженность и взаимодействие структур по обезврежению террористов позволило оперативно ликвидировать условную угрозу, а ее последствия минимизировать. Благодаря рекомендации Национального антитеррористического комитета, сотрудникам силовых ведомств удается поддерживать на должном уровне взаимопонимание, умение оперативно действовать в составе одной команды, эффективно решать поставленные задачи. Тимофей Жуков, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Прокуратура Нейского округа утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Усть-Кара. Его подозревают в причинении смерти человека по неосторожности. Материалы дела направлены в суд. По версии следствия, мужчина, находясь на охоте в состоянии алкогольного опьянения, при попытке снять с боевого взвода имеющийся у него в руках ружье, произвел случайный выстрел в область живота потерпевшего. От полученных ранений он скончался через некоторое время. Добавлю, за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Каким должно быть развитие Крайнего Севера? Ответ на этот вопрос попытались найти участники экспертного совета. Он состоялся в столице региона. Центральная тема заседания – законодательное обеспечение арктических территорий. В числе спикеров – депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, а также эксперты в области медицины, экономики, развития бизнеса, недропользования и экологии. Все подробности в материале Ивана Кутенникова. Одним из главных итогов проведения в Наринмаре экспертного совета стала договоренность о сотрудничестве между администрацией Ненинского округа и Федеральным научно-клиническим центром России. Теперь жители региона смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе и в области онкологических заболеваний. В результате лучшие врачи, лучшая профессура будут прилетать сюда, заниматься диагностикой. Буквально, что называется, с завтрашнего дня начнется диагностика, касающаяся онкозаболеваний. Вообще все, что есть – голова, шея, любая помощь, любое медицинское воздействие жители округа получат. В первую очередь нас интересует, конечно, ранняя диагностика рака. И мы первое, что сделаем – скорректируем план своей работы. И, наверное, до Нового года уже пришлем группу специалистов для того, чтобы они поработали с вашими пациентами. И мы как раз приглашаем ваших пациентов посетить наш центр, если у кого-то имеются проблемы с нарушением слуха, с проблемами дыхательной функции и с проблемами гортани. И часть пациентов, которые не могут, так сказать, приехать для отбора, мы уже выйдем, посмотрим в ближайшее время. О необходимости развития на территории Заполярья качественной диагностической помощи говорила глава региона на встрече с Владимиром Путиным. По словам заместителя губернатора Ниньского округа Ивана Болтенкова, подписание такого соглашения – это большой успех, в первую очередь для жителей субъекта. Безусловно, в регионе достаточно малочислено. Нужно иметь как можно больше возможностей, чтобы специалисты по высококвалифицированной медицинской помощи приезжали и оказывали ту помощь, которую в обычной ситуации можно оказывать только что, называется, на большой земле. Поэтому большое спасибо. Это такие очень прорывные вещи. И они, как всегда ориентирует нас губернатор, прежде всего направлены на улучшение жизни простых, обычных жителей округа. Основной же темой заседания стало развитие Арктики. По мнению вице-президента торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максима Фатеева, грамотное освоение Заполярье крайне важно для экономики страны в целом. Ее территории, обладающие большими природными ресурсами, а также минеральной сырьевой базой, могут стать огромным подспорьем для серьезного развития всей страны. В своем выступлении Максим Фатеев также отметил, что на Крайнем Севере необходимо создать комфортные условия для ведения малого бизнеса. Одно из предложений, которое звучит в нашей работе по совершенствованию данного законодательства, это участие малого бизнеса в нефтегазовых отраслях. В том числе, конечно же, у них нет таких возможностей, у малого бизнеса нет таких возможностей, которые есть у крупных корпораций и компаний, но кооперационные связи, связи на поставку того или иного оборудования, работ, услуг, разработки и так далее, особенно касается малого инновационного бизнеса, предположим, это вполне реально. Заместитель председателя Архангельской городской думы Максим Карельский заявил, для рационального освоения Крайнего Севера необходимо создание профильного органа исполнительной власти, который бы на постоянной основе занимался вопросами развития арктических территорий. В качестве примера успешный опыт Дальнего Востока. В Дальнем Востоке тоже есть свои проблемы, которые в общем и целом, они похожи на проблемы нашей арктической зоны. Сложены климатические условия, отдаленность территории от центра центральных частей Кабар-России. За последние несколько лет принято 22 федеральных закона по вопросам Дальнего Востока. Есть профильное министерство по Дальнему Востоку. И там есть чем похвастаться в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса и в части решения больших серьезных социальных задач. По итогам совещания участники экспертного совета составили список рекомендаций, который будет направлен в адрес обеих палат федерального собрания, а также правительства Российской Федерации. Иван Кутейников, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Озеленение территории, укладка асфальта и строительство новых объектов. В регионе продолжается дорожно-ремонтный сезон. Так, например, уже завершаются работы по возведению новой транспортной артерии на улице Ненецкая. Кроме того, скоро в эксплуатацию запустят долгожданный мост через Захребетную Курью. Таким образом, местные автомобилисты смогут добираться до поселка Искателей по более короткому пути. А в будущем там запустят новый автобусный маршрут. Однако есть и проблемные моменты. В Наринмаре городские чиновники уже который год не могут провести ремонт одной из самых убитых дорог. Это небольшой отрезок на улице Пионерская. Возведение моста через Захребетную Курью – это последний этап строительства обездной дороги к поселку Искателей. А ведь еще недавно здесь была лишь дамба, которую ежегодно затапливала. Уже в октябре строители планируют сдать этот объект. Сейчас специалисты подготавливают дорожное полотно, отсыпают щебень, а затем укладывают асфальтобетонное покрытие. Всего на объекте трудится порядка 30 рабочих. По словам начальника бригады Игоря Кользина, единственное, что может помешать ходу строительства – это непредсказуемая погода. «Мост 15 сентября будет готов. Здесь подходы к мосту делаем, озеленение. И в октябре будем сдавать, пускать движение. Здесь так планируется автобус будет ходить. Потому что две автобусные остановки вон там не находятся. Так что, в принципе, работы ведутся, материал имеется, все в наличии есть. Немножко нам погодных условий, чтобы поменьше было дождика. И все, и мы все выполним, все сделаем». Эта немаловажная транспортная артерия в последующем должна разгрузить улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к Угольной. Всего между Наринмар-Доримстроем и Центростройзаказчиком заключено три основных контракта по ремонту и содержанию дорог. Так, например, уже в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый участок по улице Ненецкая. Там осталось только нанести разметку. Реконструировали и асфальтобетонное покрытие по улице Вучейского. Кстати, помимо нового дорожного полотна, вдоль главных транспортных артерий окружной столицы появились газоны и зеленые насаждения. Кроме того, украсили и пешеходные ограждения. Теперь на них красуются цветы. Правда, подрядчик опоздался сроками. «Подрядчик должен был до 31 июля провести работы по снятию газонов грунта и засыпке плодородного слоя. Данные работы были выполнены им с нарушением сроков и представлены нам 15 августа только. С 1 августа и по 10 октября текущего года предполагалось выполнение работ по содержанию этих газонов и также запланирован второй этап – это непосредственная работа по вертикальному озеленению». Впрочем, такая радужная картина только на центральных транспортных артериях. По словам автомобилистов, есть места, где дорожное покрытие словно после бомбежки. «Пионерская у нас. Два места съезд с бетонки на асфальт. Раз. Около рубина, получается, магазина. И там небольшой участок, где в том году, кто там, по КТС, не знаю, копали дорогу. Вот это непонятное участок, которое засыпают постоянно и машинами раздалбывают. Хотя, вроде, там трафик небольшой». «Вот самое главное, вот Пионерская, где рубин магазин, и вот Пионерская 26, асфальт этот разрубленный. Ничего не делают там, я не пойму, ничейная земля, что ли там. Вот там надо разобраться». И мы пытались разобраться, кому же принадлежит эта дорога. В итоге выяснилось, что данный участок находится в собственности городской администрации. Мы дозванивались до их представителей, но получить комментарий нам так и не удалось. Поэтому вопрос, когда же отремонтируют эту дорогу, так и остался открытым. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье. Другим темам, механизмом мобильный избиратель уже воспользовались более 50 жителей Ненинского округа. Такие данные озвучили в региональном избиркоме. В ведомстве добавили, 46 человек прошли данную процедуру, не выходя из дома через портал Госуслуг. А вот подать бумажное заявление на открепление от своего участка граждане могут с сегодняшнего дня. Вариантов несколько. Необходимо обратиться в любое отделение МФЦ, либо же в территориальную избирательную комиссию вашего населенного пункта. На сегодняшний день у нас продолжает действовать так называемая процедура мобильного избирателя. Это возможность тем избирателям, которые будут находиться в единый день голосования за пределами своего избирательного участка, возможность включиться в список избирателей по месту своего нахождения. Например, если избиратель собирается выехать за пределы своего населенного пункта, он может подать заявление о включении в список избирателей на том избирательном участке, где он будет находиться. Например, жители деревень, которые будут находиться 9 сентября на территории города Наринмара, могут подать заявление и, соответственно, быть включенными в списки избирателей на избирательных участках на территории города Наринмара. Аналогичная процедура действия для жителей города, если они покинут территорию города. Ну и есть еще некоторые граждане, которые в силу своей работы, занятости, либо в силу каких-то физических возможностей ограниченных, могут открепиться от своего избирательного участка прямо на территории населенного пункта и прикрепиться к тому избирательному участку, где они преимущественно находятся или будут находиться. Добавлю, прием заявлений от граждан завершится 5 сентября, а вот 6-7 сентября и до 2 часов 8 числа открепиться можно будет только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Творец «Порта Норт» объявил набор детей в секцию по большому теннису. Группы сформируют из ребят от 5 до 18 лет, сообщили в учреждении дошкольного образования. Напомню, занятия будут проходить на новом теннисном корте, введенном в эксплуатацию весной этого года. Сооружение представляет собой каркасную конструкцию, внутри которой размещены два поля для игры с профессиональным спортивным хардовым покрытием. Площадка может использоваться круглогодично, даже в суровых северных условиях. Новый корт Дворца «Спорта Норт» построен в рамках соглашения о сотрудничестве администрации Ненецкого округа и компании «Лукойл». Добавлю, на сегодняшний день на профессиональном и любительском уровне к большим теннисам в регионе занимаются более 30 спортсменов. Что касается тренерского состава, то он будет утвержден по итогам формирования групп. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.